Всегда на коне. Вот уже 14 лет в Молдове действует кавалерийский взвод. Элегантный патруль каждый день объезжает парки и скверы. Благородные экипажи стоят на страже общественного порядка и непременно вызывают восхищение отдыхающих. Но за красивой картинкой, как обычно, стоит немалый труд. 8 часов в седле, тщательная чистка по нескольку раз в день, забота о кормах и витаминах, постоянные тренировки. Один день из жизни полицейской на белом коне в нашем следующем материале. Естественно, начинаем с угощения. Любая лошадь, она уже знает, что к ней человек пришел позитивод, он сейчас как раз просит, попрошайничает. Красавец Дичебал – известная лакомка. И в его стойло без угощения Оксана Дарьи не заходит. С момента основания конного взвода она работает здесь инструктором. И пусть труд нелегкий, работа со служивцами благородных кровей доставляет ей неимоверное удовольствие. Признается, игра стоит свеч. Как бы ни уставало, животные всегда одарят позитивом. Пусть каждый с характером, но все как один дружелюбны и неизменно вызывают восхищение во время патрулирования. Неудивительно, перед выездом каждое животное в обязательном порядке проходят гигиенические процедуры, после которых наводится красота. Оксана понимает, почему нынче редко встретишь принца на белом коне. Тщательная забота о внешности присуща только принцессам. Все начинается с головы, с ее глазок, чтобы не было здесь никаких вещей, которые могли бы ей причинить дискомфорт. Белую лошадь чистить очень тяжело, поэтому этому всему есть даже целая легенда современности. Почему сегодня принц не ездит на белом коне? Потому что белого коня тяжело чистить. Когда мы тело привели в порядок, естественно, как у любой блондинки, есть важный аспект, он называется грива. Наша лошадка должна быть ухоженной, выглядеть интеллигентно. Оксана знакома с дичебалом 14 лет. Характерами притерлись, впрочем, нравом они похожи. И сразу оказались как бы на одной волне. Так что 8 часов рядом пролетают незаметно. Понимают друг друга не то, что с полуслова. Им и слов порой не надо. Друг, гордость – это лошадь, которая меня очень многому научила. Она меня научила степенности. Она научила меня прислушиваться. Не всегда человек может принимать решения. И, кстати, не всегда должен его принимать. В свои 14 лет дичебал стал своеобразным символом взвода. Дослужился до медалей. И в его плотном графике, состоящем из патрулирования и тренировок, всегда находится время для участия в благотворительных акциях. Или для терапевтических занятий с детьми, испытывающими сложности социализации. С ними элегантный патрульный всегда находит общий язык. Те моменты, которые дают возможность ребенку раскрыться, стать более свободным, стать более общительным. Такие прекрасные существа дают возможность толчок и детям, и людям быть контактными, быть любящими, быть уважающими не только себя и свою форму. Итак, дичебал к выходу готов. Первый выход по расписанию на ипподром. Дима, Оля, уступка влево. Андрей и я, уступка вправо. Да, здорово. Очень здорово. Одна из специализаций элегантных скакунов – поддержание общественного порядка в парках. К этому и готовят с детства. Первые занятия жеребятами начинаются, когда им всего по несколько месяцев от роду. Нервы им нужны железные, ситуации бывают разные. Неожиданный шум и резкие движения не должны пугать коня полицейского. Тихо. Тихо. Покоим только снится. Конные патрули чего только не видали на своем веку. Но и лошади, и их седаки хотят быть ближе к людям. В Кишиневском кавалерийском взводе служат 7 наездников и 7 лошадей.